Благодарю с вами изучение книги «Томер двора» и «Разучит Демерета Уралью» Следующее очень важное введение о терминах и понятиях, используемых в этой книге. В 1858 году в Конюнсберге Робинсраэль Салантер решил издать заново книгу «Томер двора». В качестве предисловия он поместил две статьи, поскольку рамак в книге использует различные каббалистические термины. Целью статьи являлось объяснение непосвященному читателю этих понятий. Ради того, чтобы довести до широкой аудитории, эту книгу Робинсраэль Салантер разрешил разъяснить читателям начальные основы каббалы. К ее изучению мудрецы Торы всегда относились с особенным трепетом, допуская к ней только тех избранных, кто достиг высокого уровня в знании открытой Торы и строго исполняет ее законы, то есть тот, кто уже знает всю устную Тору, письменную Тору, и исполняет митцвот не только учит, а исполняет. Не учит как просто знание, а как еще одна наука. Приближение, пренебрежение этим принципам приводит к разрушению личности и всего мира. И, конечно же, этим человеком должна двигать любовь к Творцу, чтобы в конечном итоге слиться с ним в единое целое. Сущность Творца абсолютно непостижима. Никто из нас, как бы он ни хотел, и как бы ему ни хотелось, не может понять Всевышнего. Абсолютно не может его понять. Она находится за пределами нашего восприятия. Каким бы ни был совершенный сосуд, он не в состоянии постичь своего мастера. Какую бы красивую вещь Творец-человек бы не сделал, какой бы красивый кувшин, вазу он не сделал. Эта ваза может понять тот, кто его сотворил? Не может. Недостаточно мозгов. Нет там мозгов. Познать можно только те принципы, которыми руководствовался Всевышний, созидая этот мир. И руководствуясь, управляя им. И руководствуясь, управляя им. В Торе они называются пути Творца, а мудрецы называют их сферот. То есть, как мы немного можем попытаться понять Всевышнего через то, как он действовал в создании мира. Через принципы, которыми он создавал мир. Все наше знание о нем начинается и заканчивается только на уровне воспринятия последствий его действий. То есть, видя, что и как он делал, и пытаясь понять, почему, так мы можем немного понять Всевышнего. И вот здесь, как, например, архитектор, как, например, об архитекторе мы будем судить по одному, или по дому, который он построил. Но при этом у нас нет никакой возможности понять его самого. Мы видим красивый дворец, красивый дом, который спроектировал этот архитектор. Что мы понимаем? О, хороший архитектор, понимает, что делает. Но что он за человек, какие у него качества, какого роста, какого вида, мы можем узнать? Нет. Если Всевышний проявил человеку милосердие или разгневался на него, это говорит не о его сущности, что он милосердный или гневнивый не давов, а лишь об одном из принципов его управления миром. Проявление гнева не говорит о том, что он раздражителен, а проявление милости о том, что он добросердечен. Мы только открываем для себя, что в одних ситуациях он проявляет гнев, а в других милосердие. Наша задача узнать историю, где, когда и как он проявляет то или иное качество, пользуется тем или иным принципом управления. Всевышний, когда и как он управляет. Это наша задача понять историю. Постичь Творца невозможно просто потому, что у нас нет необходимых инструментов для его восприятия. Так, если бы человек обладал возможностью видеть только двухмерное пространство, для него мир был бы плоским. Он никогда не смог бы понять, что такое куб, эллипсоид или пирамида. Творец попросту находится вне зоны возможного для нас восприятия. Для человека нет необходимости постичь его суть. Он дал нам возможность знать только то, что необходимо для исполнения целей, ради которой привел нас в этот мир. Привел, не спрашивая на то нашего согласия. Что же это за мир, в котором мы находимся и какова наша роль в нем? То есть, Всевышний дал нам инструменты, и они нам не нужны, чтобы мы поняли его сущность. Но он дал нам все необходимое для того, чтобы мы выполнили свою миссию в этом мире. Что это за миссия и какая наша роль в этой миссии? Ответ на этот вопрос прост. Он, то есть Творец, а весь этот мир и мы в том числе его творение. Так, как стеклодух, вернее, вдувая через трубку воздух внутрь расплавленного стекла, придавая ему строго определенную и неповторимую форму. Так Всевышний вдохнул в нас жизнь, дав нам душу, которая и является истинной формой человека. А если так, то нам ничего не остается, как только обратиться к самому Творцу за разъяснениями, как пользуются его творением, какова цель созданного им мира знания и какова наша роль в нем. Так же, как инженер, создавший новую машину, прилагает к ней инструкцию, описывающую, как правильно ею пользуются, Создатель дал нам Тору, с помощью которой мы можем разобраться во всех поставленных нами вопросах. Модельцы Каббалы учат нас, что цель постижения тайного учения – познание системы построения творцом этого мира и поддержание его существования. Если архитектор спроектировал небольшое здание, это не говорит о том, что он не может создать более серьезные проекты. Он сделал именно то, что отвечало требованиям заказчика, то есть преследовал определенную цель, что он построил, спроектировал то, что ему заказали. Так и созданное Всевышним творение не является пределом его возможностей. То есть наш мир – это не предел возможностей Всевышнего. У него возможности не ограничены. Возможности Творца бесконечны. И это на языке мудлецов Каббалы называется энцов – бесконечностью. В математике под этим термином воспринимается число. Больше, чем самое большое число. Или меньше, чем самое маленькое. При этом и то, и другое всегда, оставаясь внутри материального мира, будут в конце концов конечны. Бесконечность же возможностей Творца выходит за рамки нашего понимания. Мы никак не можем это понять. Как можно делать Всевышнему что-то бесконечное? Мы не можем понять бесконечность сами. Поэтому мы не будем пользоваться словом бесконечность, а запомним это понятие энцов. То есть что такое энцов? Это говорит о том, что возможности Всевышнего бесконечны. Инфинити. А? Инфинити. Это больше дальше, чем инфинити. Для существования мира Творец выделил некое место и ограничил его определенными рамками, в которых действует система ограниченных сил. Она называется на языке Каббалы «сферот». Эта система есть инструмент проявления Создателя и неотъемлемо от него в нашем понимании. Состоит она из десяти сферот. Сфера – определенное качество, с помощью которого Всевышний раскрывает свой замысел. То есть мы сказали, Всевышнего мы понять не можем, но мы можем понять или постараться понять, в каких случаях и когда он использует определенные свои принципы. Например, когда Творец хочет проявить милосердие, он пользуется качеством рахамим – милосердие. А когда необходимо проявить правосудие, он пользуется качеством гура – суд. Творец желает, чтобы милосердие и суд присутствовали в мире. Поэтому корни этих качеств находятся в высших мирах и называются «ород неэцалим». Слово «свет» мудрецы Кабалы используют только потому, что он максимально приближен к духовным понятиям. Поэтому он говорит, что «ород неэцалим» – это свет, исходящий из корней энцов. То есть свет, который исходит из бесконечных корней, называется «ород неэцалим». Благодарит вас, прадожжон Дальши, Завкар Блиннел, Беруха Дуна и Леолам. Амин, амин.